Дорогие друзья, здравствуйте! Сегодня мы проводим очередное заседание Литературно-корривического факультета вашего университета. Вот Нина Степана уже сказала, что сегодня наше заседание будет посвящено закрытию кодов российского кино в Амской области. Ну, поскольку не так, не досугался, значит, займемся мы. Вот сегодня у нас должен быть, вот я его как раз сейчас жду, гость. Это я его сейчас уже заранее представлю. Это доцент с кафедры ВТФ Энерго-Университета, член Союза, Российского Союза кинематографистов, человек очень увлеченный, который написал, занимается кинематографом, кинематографом, историей кинематографа в Амской области очень давно. Он написал несколько книжек. Книжки очень интересные. Вот он должен тоже сегодня их принести сюда. Эти книжки посвящены истории развития кино, кинематографа в Иоаннском крае. Вот одна из них прямо так называется, энциклопедия кино. Другая книжка – это такой, как бы, интересный эпиграфический указатель именной. Все артисты, которые вышли с Иоаннской земли, которые в Иоаннской области, так сказать, родились и лишь связали, и снимались, все там, все они есть. И одна из книжек посвящена стихам, так и называется, значит, кинематографа и левея кинематографа в стихах и кино. Там тоже приведены очень много различных произведений, в основном стихов. И где-то примерно процентов 60, или если не больше, то это наши местные ивановские авторы. Я хочу с программного такого стихотворения, которое звучит везде, где упоминается кинематограф, это стихотворение Юрия Литанского из книжки кино, и также называется «Кинематограф». Это город, еще рано, полусумрак, полусвет, А потом на крышах солнца, а на стенах еще нет, а потом в стене внезапно загорается окно, возникает звук рояля, начинается кино, и очнулся, и качнулся, завертелся шар земной. Ах, механик, ради Бога, Что ты делаешь со мной? Этот луч прямой и резкий, эта светополоса заставляет меня плакать и смеяться два часа, быть участником событий, пить, любить, идти на дно. Жизнь моя, кинематограф, черно-белое кино, Ты кричишь еще беззвучно, Ты пьешь меня сперва, Выразительностью жестов, Звеняющих слова. И бегут твои актеры, Все сбежат, они сбежат, По щекам их белым-белым Слезы черные текут, Я слезам их черным верю, Плачу с ними заодно. Заодно жизнь моя, Кинематограф, Черно-белое кино, Ты кричишь еще беззвучно, Ты берешь меня сперва, Выразительностью жестов, Звеняющих слова. И сбежат твои актеры, Все бегут, бегают, они бегут, По щекам их белым-белым, Слезы темные текут, Я слезам их темным верю, Плачу с ними заодно. Жизнь моя, Кинематограф, Черно-белое кино, Ты накапливаешь опыт, И в течение этих лет, Хоть и медленно, Но все же обретаешь звук и цвет. Звук твой резать в эти годы, Слишком грубы голоса, Слишком красные восходы, Слишком синие глаза, Слишком черные отровы, На руке твоей пятно. Жизнь моя, Кинематограф, Черно-белое кино, А потом придут оттенки, А потом плутана, Та уменье да свобода, Что лишь зрелости дана, А потом и зрелость эта Станет в некий час. Детство первыми шагами Тех, кто будет после нас, Жить, участвовать в событиях, Пить, любить, Идти на дно, Жизнь моя, Кинематограф, Черно-белое кино, Я люблю твой свет и сумрак, Старый зритель, Я готов Снимать любое место В Десноде с твоих рядов, Даже если где-то с краю Перед камерой стою, Даже тем, что не играю, Я играю роль свою, И, участвуя в сюжете, Я смотрю со стороны, Как текут мгновенья эти, Мои годы, Мои сны, Как сплетается с другими Эта тоненькая нить, Где уже мне, к сожалению, Ничего не изменить, Потому что в этой жизни, Будь ты шут или король, Дважды роль не играют, Только раз играют роль, И над собственной ролью Плачу я, И хочу, То, что вижу с тем, что видел, Я в одно связать хочу, То, что видел с тем, что знаю, Помоги связать в одно, Жизнь моя, Кинематограф, Черно-белое кино, Подошел наш гость, О котором я уже говорил, Еще раз представляю Вам нашего гостя, Александра Матвеевича Демина, Это член Союза кинематографистов, Франского отделения России, Вот автор, Очень историк, Я, как уже сказал, Кинематограф в нашем крае В Ивановском, Написал очень много книг, В том числе и энциклопедию Кинематографии В Ивановской области, И кинематографии, Вереги кинемовой литературы, Но я думаю, Он сам все расскажет О своих, так сказать, Книгах, И своих изысканиях В области Кинематографа В нашей области. В этом зале Ровно 30 лет назад С нашей публикой Встречался Андрей Тарковский. Ну, знаменательно, конечно, Что в сентябре Именно в этом Доме культуры И открылась выставка, Посвященная Истории кино В нашей области. Ну, Очень такое широкое Достаточно понятие, Значит, Наш Руководитель Сегодняшнего мероприятия Александр Он Несколько слов Ко мне сказал Я пока не буду Подробно Наверное говорить Если интересно, Конечно, Я чуть-чуть скажу Но в свое время Просто В то время, Когда еще Тарковский К нам приезжал Я был Значительно моложе Ну, И входил в совет Киноглуба Икра Матый Может быть, Даже кто-то здесь Сидящий тоже Присутствует В имене Вседомых этого клуба Может быть, Тоже встречались С Тарковским Вот Так сказать, Я просто хочу сказать Что Сегодня, В общем-то, Завершая Год российского кино У нас В области У нас В частности В городе Конечно, Очень приятно Такая многочисленная Аудитория Ну, Аналогичная, Наверное, Тридцатилетней давности Отношение было К Тарковскому Неоднозначное Отношение К кино К кино Наверное, Тоже в целом Может быть Неоднозначное Потому что Понятные Жанры разные Так сказать, Качества И так далее Ну, Вот что я хочу сказать Вот, Так сказать, Немножечко Завершая Ту страничку Которая Сейчас Развучала У нас В городе Издана Ну, Я считаю Серия Уникальных Книг Примерно Такого Оформления Похожего Которая С одной стороны Ну, Еще две книжечки Есть Рассказывает Об истории Кино Ивановской области Рассказывает Ну, Как был представлен Энциклопедия Кино Нашего Ивановского края А вот Две Следующие Книжки Это Антология Стихотворений О кино И вот Стихи Левитанского Которые Сейчас Я считаю Несомненно В мастерском Исполнении Прозвучали И ввели Нас В общем-то В атмосферу Кинематографа Поэтическими Образами Это, конечно Очень важно При том, Что В общем-то Стихов О кино Несмотря на то, Что поэтов У нас много История Кинематографа Длинная Больше Ста лет Совсем Много Вот Две тоненьких Книжечки Это, ну, конечно Самое лучшее Не все, что написано Наверное О кино Поэтами Но здесь И лауреат Нобелевский Блин Героя Соджи Труда Как говорится Наши классики Незапянные Начиная с 1902 года Когда Александр Блок Ну, сначала Поэты Очень тоненько, конечно О кино писали Потому что Кино вообще Как такового Не было Это, так сказать Полаганное развлечение Своеобразное было И я не хочу В общем-то В поэзию Далеко углубляться Потому что Это отдельная, конечно Страница И в истории Литературы И в истории Кино Ну, а поскольку В общем-то Мне предложили В рамках Того Небольшого Промежутка времени Который у нас К сожалению С вами есть Поговорить с вами О кино Нашего края Ну, наверное Кроме Имени Тараковского Которое уже прозвучало Хотелось бы Может быть Ничего страшного Я думаю Если кто-то Выкрикнет из зала Назвать еще Несколько Замечательных имен Кого мы знаем? Соколов Любовь Соколова Ром Александр Роу Андрей Мартынов Да, тоже Наши ванец Плох слышу? Стеклов Так, Владимир Стеклов Ну, он выступал В Кенишерском театре Около пяти лет Действительно Так получилось Что дочка Его, Абрипина Случайно родилась Не у нас А, так сказать Матушка ее уехала К своей маме Рожать Как раз в это время Появилась его дочка Теперь Значит, актриса Театра Райкина Вячеслав Диков Вячеслав Вячеслав Интересно Если вы мне расскажете Чем он с нами связан Конечно Родственными узами Некоторые Замечательные люди С нами связаны То есть, конечно История Кино Она Замечательная Мы несколько Именно назвали Самых Вот Подсказывает Андрей Мартынов Да, звучал Олег Борисов Приволж Его брат Лев Борисов Плюс Народные артисты Я вообще Так сказать Балдель И, как говорится Очень уважаю Олега Борисов Ну, как Наверное Непревзойденного Мастера Хотя у каждого Своё, конечно Мнение на это На этот счет Может быть Борис Бабочкин Дебютировал Вот мне Так сказать Знающие люди Как же Отсказывают Сбоку Да, значит Борис Бабочкин Дебютировал На Иваново Вознесенской сцене Вместе со своим Братом Сюда они приезжали Он, к сожалению У нас Разин сетифом То есть История наша Конечно Ограничивается Не только теми Кто у нас родился Есть Вот действительно Великие Люди Кинематографа Которые Или дебютировали У нас В Варново Вознесенске Или Так сказать На нашей области В нашей области На С целых наших театров Вот возьмем Ну, я не говорю Что это лучший фильм Всех времен и народов Но если мы Владимира Мотыля Например, возьмем Да Белое солнце в пустыне Так сказать Уж Выше чего Все Каспанавты Перед Ответом в космос Смотрят его фильмы Да Он дебютировал у нас На сцене Где? Шуйского театра Да То есть там Он у нас был режиссером Это его Так сказать Первая театральная постановка То есть Очень знаменитые люди Продолжают эту лень Лучший фильм Всех времен И народов Броненосец Потемки Признанный Он связан С нашим правилом Неоднократно Сценарий написал Нина Агаджанова Которая находила у нас На нелегальной работе До революции Здесь ее арестовали Она работала В фотографии Это кольцо Площади Пушкина Современной Потом В этой фотографии Так получилось Состоялась премьера Фима Броненосец Потемкин Сценарий Которым она написала Башни стояли Большие Значит Народ валил То есть Так сказать Эти сцены Можно найти Так сказать Даже в нашей прессе Ивановской А роль командира В этом фильме Владимир Барский Испал Испал Он больше 10 лет Уководил Литературно-драматическим Обществом Ивана Вознесенского И в этой десятке Вот лучших фильмов Всех времен народов Там дальше Будовкин Третье место Да Самый первый фильм Который поставлен На территории нашей области В Кенешме Как раз он и поставлен Да Жанко Ну правда Десятое место В этом списке Снимал фильм И Чурин в Кенешме То есть Сколькими узами Мы связаны С самыми знаменитыми Людьми Кинематографа С фильмами С самыми яркими В классике В том числе Кинематографа О которых Наверное Мы не очень Хорошо знаем А все-таки Знать свою историю Очень важно Для того Чтобы ее понимать И чтобы двигаться дальше Ой А какое количество Молодежи Современно Снимается в кино Ну сегодня Кино профессиональное Ушло в телевидении Да В сериалах Сколько наших Значит Молодежи Снимается Ну В стареньких книжках Этого еще нет Книжечки-то Изданы 20 лет назад Вот По истории кино Я имею ввиду Поэтому Очень много Конечно Современной Интересной информации Ну и Если Так сказать Чуть-чуть Продолжить Наверное Мы настраиваемся Да Ближе к поэзии Опять Если считать Что Тарковский Является Ярким Представителем Поэтического Кинематографа И Все-таки О поэтическом Кинематографе Немало Книг написано В том числе И о Тарковском Да То Вот именно Это направление Может быть Не всегда Понятное То есть Мы Ищем Все-таки В кино Какие-то Вещи Соразмерные Нам Которые Нам Понятны А он Будет Сыном Поэта Воспитанный Наверное Немножко Не так В других Образах И вот Взрослея Пересматривая Фильмы Начинаешь Чувствовать Как раз Эти моменты Как он Историю Мина В музыке В живописи В каждой Фильме Если посмотреть Там звучит Музыка Классическая Разных Времен Народов Значит Эпохи Возрождения Какие-то Гравюры Или Значит Фрески Картины Он Показывает Которые Созвучны Видимо Идеи Того Фильма Чтобы Через Те Образы Которыми Зритель Владеет Одни Одними Другими Они Лучше Поняли Ту Идею Которую Он Пытается Заложить В Свои Фильмы Вот Эта Антология Ведь Это Тоже Так Условное Название Да Великая Поэма Акино Людей Которые Жили в Разное Время Никогда Друг друга Не знали Вообще Строго Говоря В Соединенных Штатах Дважды Перездавалась Подобная Антология В Германии Такая Антология Тоже Здавалась Ну естественно Своих писателей На своих языках Хотя я знаю Естественно Значит И переводные Есть Поэтические Произведения В том числе У нас Печатались И Так Переводные Французов И поляков И так далее Но Эта Картина Образная Создаваемая Кинематографистами На экране Через Поэтику Через такие Поэтические В том числе Образы И наоборот Взгляд Поэтический На кинематограф Мне кажется Это тот Симбиоз Который Отчасти Даже Может быть Поднимает Делает Более Понятным Где-то Глубину Где-то Красоту Тех Кинематографических Собственных Образов Которым Мы обычно Привыкли Пока Я продолжу Да? Вот Поэтому Здесь Конечно Вот Раз уж Так сказать Меня попросили Немножко Рассказать Про историю Ивановского Кино Я хочу Что сказать Еще Дополнительно История Она складывается Из разных Сторон То есть История Это как История История В истории нашего края Происходило Много событий Ну например Была организована Иваново-Вознесенская Промышленная область Организатор Кто? Михаил Фрунзин Человек Который На экране В художественных Только фильмах Я даже не имею Ввиду документальные Конечно Кадры Это тоже Есть В разных Фильмах В 20 Фильмах Он является Героем Именно Художественных Картин Будь то Бег Инкранизация Значит Романа Булгакова Или Собственно Значит Например Фильм Арсений Тарковский Который снимался В Шуре Иванове В Кохме Я даже Вот буквально Два дня назад Встретил В очередной раз Человека Который рассказывал Что он снимался В этом фильме У нас Поэтому Вот Живот Человек Который В массовке Снимался У нас И с киноглуб Из Совета Тоже Один товарищ Снимался И так далее То есть В массовках Да Действительно Не как профессионалы Но я хочу сказать Что люди Наши Ивановцы Которые жили Когда-то Они же Оживают В этом фильме То есть Мы их видим Их именами Названы Улицы Нашего города И на памятниках Стоят Вот То есть И скажем И Генкин И Арсений Отец Значит Вот И Это страница Истории Запечатленные На экране Люди Запечатленные На экране А сценарий Например К фильму Товарищ Арсений Написал Аркадий Васильев Который работал В Шуе Вот Ну Литератор Лучше Меня Конечно Может быть Знают И помнят Потом Он В Москву Уехал Работать В составе Членов Президиума Да И вот он Написал Вот А Аркадий Васильев Написал Сценарий К нескольким Фильмам Ну Понедельный День Тяжелый Вот Товарищ Арсений Вот Золотая секунда И Самое Интересное Что наверное Сегодня Вот сидя В этом зале Не каждый Скажет А кто у него Дочка Дочка Аркадия Васильева Наша Даша Даша Татьяна Тоже Там артистов Васильевых Ноги Екатерина Там Татьяна Даша Васильевна Даша Которая Теперь мы знаем Как Дарю Данцову Самая Издаваемая Писательница Нашей Страны Произведения Которые Десятки раз Экранизировались То есть Серии Целые сериалы Фильмов По ее Ироничным Детективам Были сняты Одна Одна из Иронии Как раз Имя Даши Васильевны Как раз И носит Так сказать Одна из Типа Мисс Маркл Да Как скажем Богатый крест То есть Женщина Которая Занимается Расследованием Разных Детективных Историй То есть Пожалуй А это Конечно Уже Она Никак не Была То есть Говорить О ней В истории Иван Спокинова Наверное Не целесообразно Но вы посмотрите Сколькими Так уж Далекими Родственными Музами Мы можем Окраситься Самым Многим Людям Конечно Действительно Скажем Ну не буду Я Причислять Это уже Слышка Самый Интересный Многие Мена Акулова Приезжала Сюда На открытие Выставки В этом году Из Кинишны Она Вроде Слышка Она Давно Конечно Уже Она Болеет Она Давно Ушла Из Кино Понятно Я просто Называю Имена Вот Человек Единственный Из наших Сегодняшних Не просто Живущих А так сказать Ранее Много Снимавшихся В Кино Примел участие У нас В открытии Выставки Владимир Гусев Владимир Гусев Искокин Мало кто знает Наверное Какие замечательные Центральные роли Он играл Так сказать В целом ряде Фильмов В середине В конце 50-х В начале 60-х Годов То есть Один из красавцев Когда говорят Вячеслав Тихонов Ну вот это Были две фигуры Они примерно Равноценные В свое время То есть Мы могли даже Перепутать Может быть Даже Так сказать Чисто Формально Может по каким-то Признакам То есть Достаточно Много У нас Людей Упоминаемый Например Много Владимир Барский Который Ну Время заканчивается А мне надо еще Про первые сеансы Сказать Другое Оно Слово Он же Потом Стал Разговаривать Время есть Говорите Интересно Разрешаю Разрешаете Тогда значит Ну ладно Раз уж я начну Про Владимира Рыбарского Вот наш Так сказать В общем-то Один из организаторов Нашего Литературно-драматического Общества Который Потом Ушел в кино Снимался Был Значит Из Эйнштейна В броменосице Потемки Он потом Ездил По разным Республикам Нашим Среднеазиатским И по сути Организовывал Кинематограф В этих республиках Он сам снимал Фильмы В них Ну в то время Немое кино Вот То есть Он и на Кавказе Он снял Все экранизации Значит Лермонтова Эту трилогию Он из Средней Азии Там снимал И так далее То есть Он снял Более десятка Фильмов Ну там За 10 лет Ну рано Немножко ушел Поэтому работал Только в Немом кино Вот Это вот Так сказать Тоже одна из страниц Нашей истории Глубокий след Оставивший Да Петр Чердынин Ну вот Если так сказать Имена великих Немного кинематографа Так сказать Вспоминать Там Мажухи Чердынин Некоторых других Там Вера Холодная И так далее Да Так сказать Из этой Капорты Он же тоже дебютировал У нас на Иваново В Вознесенской сцене Он когда в Москве Закончил Театральную студию Ему руководитель сказал Езжай на ю Там тепло Ну вот Он поехал к нам Сюда На север Так сказать Закаляться Да И вот он целый год У нас проработал Потом стал Антрепренером Разных театральных групп Потом уже перешел В кино И стал Как говорится Извеском Кинематографистом Много снимался И сам фильм Оставил И так далее Его творческий путь Начинался После учебы В театральной студии Именно на нашей Иваново-Вознесенской сцене Уехали Уехали потом И так далее Она работала На ленинградских сценах Потом Много тоже В кино снималась В том числе Уже потом В завыковом кино И вот тут Какая-то Конечно Не то что традиция Но понятно Что Так сказать История Вынуждает Артистов Так же Как и Всех остальных Людей Понемножечку Так сказать Тереть свою Физическую форму Возраст И потом Она стала Потихонечку Играть мам Там бабушек И так далее Так что Как потом Сначала играла Главные роли Любовь Соколова Или Мария Виноградова По-моему Ее не назвали Да Значит Вместе Они в Алмаке Во время войны Учились Ну Годом раньше Годом позже Потому что Так сказать Во время войны Туда В ГИК Значит Когда Отправился То соответственно Раньше немножко Винограду ехал Потом Соколов К ней присоединился Училась Там на год позже Вот Такие вот Истории Связывают нас Все-таки Я наверное Сейчас Если меня не прервут Пока не будем Возвращаться К стихам Хорошо Кино Как Дьявол Искуситель Как Мефистофель Обольститель Два мира Здесь Актер И зритель Ну Читая Различные Стихи Наших авторов Вы сможете Наверное Лучше Увидеть Естественно В разных Стилях Жанрах О Опять же Как Наша История О разных Фильмах О разных Режиссерах О разных Артистах Режиссеры Которые писали Стихи О кино Ну Например Алла Сурикова Ольдар Ольдар Рязанов Евгений Евтушенко Сами Постановщики Фильмов Они тоже Писали Стихи О кино Одни Профессионалы Типа Евтушенко К сожалению Недавно Шел Другие Как бы Непрофессионалы Это их Любитель Относительно Увлечения Хотя Если Вспомнить Чарли Чаплин Который Писал Музыку Чуть Не Ко Всем Своим Фильмам Так же Как Так что Плитар Рязанов Романс К своим Фильмам Тоже Писал Сказать Что Они Уж Очень Любители Наверное Нельзя Это Наверное Такие Мастера Разноплановые Которые Хороши И в Одном И в Другом И в Третьем И Вот Это Если Человек Конечно Владеет И тем Другим И третьим То Получаются Конечно Такие Жемчужины Которые Позволяют Нам Сегодня Говорить О яркости Этих Людей В том числе Названных Рязанов Чарли И так Далее И все Так Я Возвращаюсь К самому Первому Сеансу Синематографа Который Состоялся На территории Вашей области А именно В Иваново Вознесельске У нас С вами Сегодня Ну Скажем Так Почти Первая Наверное Возможность Уникальная В комплексе Как бы Вот эту Всю проблему Услышать Увидеть Ну Экран В моем Восприятии Переложений Потому что В общем-то Не успел Я К сожалению До конца Этого года Переиздать Новую книгу Где все Это можно Достаточно Подробно Прочитать Естественно И о новых Достижениях Кинематограф И об Открытиях Старых Так С этих старых Страниц Нашей истории Неизвестные Имена Замечательные Которые Тоже имеют Дальше Хорошее Яркое Отношение К нашему Любимому Городу И к нашей Области Ну так Уникальная Возможность В чем В том Что Иваново Вознесенск Он В виде революции Не только Губернским Но даже Уездным Городом Не был То есть Владимир Губернский Город Где там Печатали Разные Газетки Из которых Можно что-то узнать Про наш Иваново То есть Про нас узнать Вообще сложно Очень что-то В основном Наверное Только благодаря Архивам Полицейского Управления Которым Сегодня Есть Действительно Появился В общем-то Как бы Этот доступ И теперь Мы можем Кое-что Узнать Поэтому Когда я Скажем Только Начинала Этим Заниматься И этого Доступа Не было В одних Источниках Написано Одно В других Другое Все это Недостоверно Людей Конечно Нет Которые Когда-то Были Поэтому Приходилось Как-то Эти Моменты Анализировать Пытаться Делать Умозаключения Более-менее И говорить О том Что Ну не раньше Вот этого И так далее Сейчас мы Совершенно Четко Можем Сказать Значит Обнаружилась Афишка Цирка Братьев Никитиных От 17 Сентября 1897 Года Если Первые Сеансы Братьев Люмья В Париже Проходили В декабре 1895 Года То эти Чуть больше Полутора лет То есть В сентябре 1897 Года Крестово Воздвиженская Ярмарка Традиционная На неделю Цирк Братьев Никитинов Сюда Приезжал Проездом Из Нижнего Новгорода В Харьков Ну у них тут Свои постоянные Маршруты Места были Докрыты Цирк этот Был Где они выступали Дощатый Дощатый То есть Через несколько лет Правила пожарной безопасности Вынудили Наши власти Закрыть этот цирк И сеансы Синематографа Вот такого типа Прекратились Ну потом Залы открылись Уже по всему городу И в других Уездных центрах Поэтому так сказать История Синематографизации С 1905 года В общем-то Начала достаточно Так сказать Активно Развиваться А вот это Вот этот так сказать Период С 1897 По 1905 год Он немножко Вот был заполнен Как раз Цирком Братьев Никитинов И так сократилась Вот такая афишка Причем Там написано Что сам Петр Никитин Который Так сказать Один из братьев Самый младший Он на каждое выступление Выходил Естественно Представлялся Представлял там Своих артистов И так далее И так далее То есть Мы знаем Имя организатора Этого первого сеанса Значит Имя Одного из братьев Никитина Который сюда Конкретно приезжал И показывал Значит Вот Волшебные картины Этого Синематографа Так же как у братьев Рюмер Один больше организатор Другой больше Изобретатель Сам все снимал Сам все показывал И так далее Самое интересное Что Мы тоже можем Назвать сегодня Имя человека Который крутил И нить Фу Синематографа Братьев Рюмер Правда Имя И фамилия Иностранная Это Русский человек Немецкого происхождения Крауза Карл Крауза Оттович На русский манер Оттович Понятно Карл Отто Крауза Да Ну как это Вот Немецкий Он Вообще-то Строго говоря Не то что сегодня Мы представляем Подошел К телевизору Нажал кнопку И Попереключал И все Как говорится Что хотите Можете смотреть Нет Это В то время Это были Великие Ученые То есть Для того Чтобы Вообще-то Посмотреть кино Надо было Приготовить Вот эти Специальные Стержни Турмонов Огонь Чтобы Яркий Яркий Вот этот Огонь Загорелся И Через Пленку Можно было Значит Смотреть На экране Какое-то Движущееся Изображение И Это Их Не какая-то Там фабрика Делала Да В те времена А именно Вот эти люди Самоучки И вот это Был Такой Один из ученых Он был и физик И химик И механик Самое интересное В этой афишке Есть его имя Но только По поводу Другого Действа То есть Не по поводу Представления Картины Синематографа А по поводу Туманных Так сказать Живых картин И только Ну скажем так Некоторые Детективные истории Когда я Так сказать Стал изучать Этот вопрос Более подробно То мне удалось Например В газетах Города Баку Где собственно Камерная Изгадная Церка Братьев Никитиных И находилась Найти афиши Вот Так сказать Начало этого века Где было написано Что именно Сам Краузе И показывал Живые картины Синематографа То есть Как бы Это было Не два разных Иллюзиона А Один То есть Он Ну он Показывал И свои картины Здесь я сейчас Чуть-чуть скажу Про него Вот И еще И картины Синематографа А на самом деле Его сотрудничество С братьями Никитиными Началось еще В 1873 Году То есть Это в то время Так сказать Интересоваться Начал Всякими Иллюзионными Моментами А Ну Братья Никитины Были еще тогда Совсем молодые То есть Они Так сказать В трубах Участвовали И так далее Вот этот Петр Он был Например Гимнаст Вот Но самое интересное Что он был Не только Гимнастом Он тоже Занимался Иллюзионной Деятельностью Он был Шпагоглотат И конечно Вот как Вот эти его Интересы Иллюзионные Видимо Совместились Как-то с интересами Крауза Кстати Крауза Стал Компаньоном Братьев Никитиных И было Три брата Никитиных И четвертый Крауз Вообще-то Строго говоря Во всей этой Истории церковой Организации Вот Этого Их мероприятия И он всю жизнь Был с ними Вот С 1873 И до Тысячи Там Почти до самой Революции Десятого года И дальше Он все время Был с ними В частности Как раз С этим младшим братом Где они Все время Вместе Путешествовали То есть Фамилия Механика Вообще-то Строго говоря Мы знаем Очень интересный Человек Он не просто Показывал Результаты Своих исследований Не просто Свои живые Картины Показывал Ну Вы наверное Слышали Такие слова Как волшебные фонари Да Даже в некоторых Музеях Можно увидеть Это устройство Волшебные фонари Вот Так он Эти Картины Делал Цветные Он показывал Цветные Живые Картины Ну Тогда назывались Туманные И так далее И так далее По-разному Назывались Вот То есть Мы знаем Формиру Как братьев Формируют Один организатор Другой Так сказать Вот Снимает Показывает И у нас Тоже Крауз И Никит Это раз Ну И Дата Плюс два Их еще двое Вот Мы уже Сколько Набираем Ну А теперь Вот еще Правную Пенку Такую Ну Дело в том Что Вообще-то Строго говоря Цирки Они располагались Обычно Либо На ярмарках Либо Там В Ебалагану Ну Мы понимаем В те времена Действительно У нас Если Вот площадь Революции Так сказать В сторону Маняковского И туда Там была Балаганная улица А ярмарочная площадь Находилась На рабочем поселке Поэтому То Вот То телевизор Смотрит То книжки читает То газеты читает И так далее Чего только Не напишут Одни говорят Что вот там Значит в том районе Другие говорят В том районе В качестве обоснования Ну там же Ярмарочная площадь Само собой Там же была Балаганная улица Там само собой На самом деле Не так Действительно На ярмарочной площади Цирк был По другому циркача Наш Тоже Иванский Но там был Другой цирк Ну цирк Ну тоже Занежий Но как бы Не братьев Никитиных Это на рабочем поселке И вот эта Двойственность Сейчас Правильный цирк Другой цирк И так далее Вот там цирк И находился Вот в этом месте Как раз И состоялся В этом цирке Первый сеанс То есть мы Сегодня знаем Место Знаем точную дату И знаем Имена тех людей Благодаря которым Хино Пришло В наш край Вот это Такие вот Яркие Так сказать Пока Наверное Страницы О которых Нужно Сказать Я немножечко Так сказать Позволь себе Разбить Такой как бы Лирической Частью Небольшой Сохваритель Но перед этим Хочу так сказать Еще опять таки Расцветить Такими Картинками В своей биографии Что связано С кинематографом Как раз Вот Уже говорили Что Один из наших В общем-то Забьяков Я считаю Что достаточно известный Будут говорят Что великий Но очень Мне кстати Нравится очень Артест Олег Борисов Он связан с нашим Краем Его отец В свое время Когда сюда приехал Он работал Такое страшное Было учреждение Вот Называется Двластой АГУПРУ Вот Или Серый дом Который вы все знаете Да Вот Но мало Наверное Кто знает Что вот Дом Корабль Он как раз Это был дом АГУПРУ И там Были в основном Работники Вот связанные С этой сферой Вот И Этот дом Был В общем-то Как бы Закрытого типа Вот Вход был Вот все Вот что там Подъезды имеются Они все были закрыты Там были Такие будочки Там значит Проверяли документы Просто так Не войдешь И по некоторым Сведениям Он был вот Связан с этим Серым домом Дом Боткова Связан Подземным ходом Вот Этой данной Засекретщины Хотя в общем Говорят что искали Но это так Попутно Так вот Значит его Отец там работал Директором По хозяйственной Ну завхозом По хозяйственной части А потом он значит Его перевели Стал он работать В Плесе Это вот Был такой Значит С техникум С техникум Потом он стал Савхозтехникум И вот Когда Я в свое время Еще Будучи на первых курсах В институте Ездил С нашим Известным Краеведом Травкином На раскопке В Плес То вот Нас как раз Размещение У нас Там и школьники И студенты Были Все размещение Где-то Такой Соловьев Владимир Человек Такой известный В Плесе Кстати вот Книжка Мизоновая вышла Вы знаете Прекрасно Прекрасно Про Плес Она там Свои годы Воспоминает Там он тоже Будет виден Как один из персонажей И вот он Рассказывал Он помнит Отца Борисов Рассказывал Про него Так с интересные вещи Это вот такое Одно впечатление Вот я уже говорил Что мне самому Даже довелось Будучи еще школьником Я значит В массовке Снимался Вот В этом фильме Товарищ Арсений Сына Али Васильев И Место сбора И вообще Где все это Как бы Это был текстильный Институт Вот там Значит Школьники Студенты Которые Нас вывозили На автобусах И вот События Наталки Может кто-то и знает Они снимались В Кохме Там запрутка такая Вот в начале Кохме Где вот такие там Значит Солсты И такая вот Там очень живописная натура Вот там все это снималось Вот И Вот такой тоже Интересный момент Вот Ну я Был еще тогда Школьником А вот Другой Уже в то время Известный поэт Член Союза Писателей Тогда СССР Николай Грачев Может кто-то слышал Знает Он тоже снимал Он уже снимался Так сказать У него была Какая-то такая Определенная роль Он Видал значит Там Казачьего Исаула И вот Я не помню Сейчас в каком-то номере В каком-то номере Журнала Наша Родина Ивана Вознесенского Есть даже фотография Вот он Значит Как раз Из этой Из этой Кадры Из этого фильма Вот с Грачевым Вот А он там Снят С Актрисы Которая главная роль Там играла Ну и конечно Вот такая еще Картинка маленькая Я в свое время Родился На улице Советской Которая еще тогда была Негорелая В самом центре Вот И кинотеатр моего детства Был кинотеатр Арс Ну вы люди уже В общем-то Которые пожили Все знаете Этот кинотеатр К сожалению Его сломали Вот это один Из первых Электросинематограф Который был В Иванове Вот Он был открыт В 1913 году Вот Это здание было Когда Принважал Известному Колбасовому краю Силево И там внизу Был склад Вот Был значит И производство Там А вот Второй этаж Он сдавал Ну в общем-то В наем Там были И на третьем этаже Были даже доходные номера Ну как гостиницы А на втором этаже Вот значит Известный В городе Иванов Вознесенский Энтерпренер Вот Антропов Алексей Вот он значит Арендовал И там вот значит Один из первых Кинотеатров Который тогда Назывался Яр Вот А потом уже В советское время Стало Там еще несколько Названий Ну последний Так сказать Арс Но еще мало Кто знает Вот я почему-то Так сказать Начал про это говорить Что Вот этот вот Подвал Где когда-то Были Колбасные Склады Вот Там Был Просмотровый Зал Вот В котором Так сказать Целая комиссия Просматривала Фильмы Которые поступали В Ивановскую Область Вот И значит Там Вот эта комиссия В которой Включалась Кстати Из Обкома Вот значит Партии И там Другие Какие-то Люди И вот там Значит Такая Ревизия И они Смотрели Можно ли Так сказать Ивановским Зрителям Смотреть Эти фильмы Или нет Хотя Они В общем-то Уже Демонстрировались В стране Но там Были Особые Отношения Вот мы Дети Маленькие Еще были Дети Я еще Прямо В школу Не ходил Мы через Забор В соседнице Пролезали И там Значит Закрашенные Масленные Краски Уже Были У нас Дырочки Такие И мы Смотрели Фильмы Которые Возможно Даже И не Пойдут Кинотеатрах Хотя Управление Вот Кинематография Это Знаете Наверное Оно Находилось На Областное Управление Оно Находилось На Ульт 10 Августа Вот Где Сейчас Дом Культуры Дом Актера Дом Ну И многие Там Еще Можно Снимать Но Просто С Достатком Времени Вот Такое Стихотворение Хочу Подложить Оно В общем-то Как бы У нас Отчасти Связано И с Кинематографией Но Больше Конечно И с Театром Но В общем-то Это Все Очень Близко Потому Что Многие Актеры Они Практически Большую Часть Театральных Актеров Снимаются Чисто Кинематографических Актеров Мне снится Что В некоем Зале Где я Не бывал Никогда Играет Какую-то Пьесу И я Приезжаю Туда Я знаю Что Скоро Мой Выход И вверх По ступеням Бегу Но Как Называется Пьеса Я вспомнить Никак Не могу Меж тем Я решительно Знаю По прихоти Сна Моего Что Я В этой Пьесе Играю Но Только Не помню Кого Сейчас Я шагну Обреченно Кулисы Раздвинув Рукой Но Я Этой Пьесы Не знаю Я И пьесы Не знаю Такой Там Кажется Ловит Кого-то И Смута Стоит На Руси И Кто-то Взывает Марина Помилуй Меня И Спаси И Кажется Он Самозванец И Кто-то Торопит Ко Ней Но Я Этой Пьесы Не знаю Я Даже Не Слышал О ней Не Знаю Не Слышал Не Помню Глаза Никогда Не Видал Но Разве Что В давние Годы Подобное Что-то Читал И Должен Я Выйти На Сцену И Весь Этот Хаос Облечь В постуки Движения И Жесты В Прямую Ясную Речь Я Должен На Миг Озариться И Сразу Шагну За Черту Какую То Длинную Фразу Легко Подхватить На Леду И Сон Мой Все Время На Грани На Крайнем Отрезке Пути Где Дальше Идти Невозможно Но Все-таки Надо Идти Сейчас Я Шагну Вреченно Кулисы Раздвинут Рукой Но Я Не Играл Этой Роли И Пьесы Не Помню Такой Я Все Еще Медлю И Медлю Но Круглый Оранжевый Свет Ко Мне Подступает Плотную И Мне Уже Выхода Нет А Сейчас Продолжим Нашу Встречу И Опять Представляем Микрофон Александр Матвеевич И Наверное Он Еще Расскажет О том Как В общем-то У нас Возрождался Потому что Какое-то Видное Время Был Союз Кинографии Россия Но Очень Долго Его Не Было И Вот В Недавние Годы Уже Как Раз При Участии Этот Союз Ряд С Другими Союзами Театральных Детей Союзов Художников Союз Писателей И Так Далее Он В общем-то У нас Возгновился Вот Если А Кому-то Может Какие-то Еще Интересные То Давайте Пожалуйста Записки Или Может Прям Так Спроси Ну По поводу 28 Панфилос Могу сказать Что Фильм Отчасти Снимался И У нас В области Наверное Могли Увидеть И На Экранах Телевизоров Кто-то В прессе Может быть Прочитал Что Вообще-то Уже Так же Как Наши Герои Снимались Не только Конечно В Товарищи Арсений У нас же Более 30 Фильмов Снималось На территории Области Они Тоже Снимались То есть Фильм У нас Отчасти Снимался Военные Сцены Вот Этого Интересного Достаточно Фильма То есть У него Своя История Конечно Есть Он В истории Нашей Страны Уже Отметился Тем Что В общем-то Снят На Народные Деньги При том Что Там Небольшая Помощь Была Различных Спонсорских Вообще Хотя Могли Конечно Поддержать Это Понятно Формально Небольшими Но Там По-моему Вопрос Принципа Они Хотели Именно На Народные Деньги Снять Этот Фильм Вот Это Был Так Схоти Этот Проект Был Интересен Для Нас В первую Чуть Правда Конечно Историей Съемок У нас В области Автовая То Что Он Снят На Народные Деньги Но Если Иметь Ввиду Что Там Снимались Наши Ивановцы То Конечно В связи С этим Возникает Вопрос А снимались Они За Деньги Или Нет Наверное Да То Вложили Они Кроме Своего Труда Что То И за Этот Труд Они Получили Или Все Так Это Было Добровольное Пожертвование На Съемки Этого Фильма Честно Говорю Такой Вот Информации Я Не Владею Это Так Бесплатно Я думаю Конечно Смогут Сейчас Вот Здесь Как раз Центр Который В том числе Организовывал Нашу Сегодняшнюю Встречу Он Киноклубы Организовывает Фестивали Разного Рода Проводит Я думаю Что В рамках Различных Акций Все-таки Это будет Рано Или поздно Каким-то Образом Организовано Именно Бесплатные Показы Ну Я Вернусь Немножечко Так Сдать Вот К нашей Истории Да Вот Я взял В руки Книжечку Она Небольшая По объему Вот Но Поскольку Несколько Вопросов Уже Были Затронуты Как бы И в том числе Вот Александра Нам Два Александра Вас Прям Замечательные Защитники Вас защищают Со всех сторон Только Между нами Никого нет На счастье Пока Значит Здесь Ну Третьего Могу Взять Как раз Первая Фамилия Александра Абдулов Сын Нашей Ивановки Суббитстроя Ну Она Была Замужем За Театральным Режиссером Тоже В Средней Азии Потом Вернулась Сюда К нам И так далее Один 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 Конечно Из Самых Из 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 Кинематографистов В нашем Крае Он В детстве Очень часто Вещал Сюда Приезжал К своей Бабушке Дрочливый Говорят Был парень Так что Народ Действительно Один Из Любимых Синематографов Ну Потом Кинотеатров Нашего Края В течение Очень Многих Лет Хотя Самый Первый Синематограф Здание Специально Выстроенное Для того Чтобы Кирилл Показывали И вы Конечно Большинство Помните Кинотеатр Носил Название Мир Повторно Он Открылся Уже После Войны В 56 Году А вот Назывался Он До Революции Аванс Ну После Несколько Раз Переименовывался Потому Что Так сказать Владельцы Тоже Менялись Но Вот Это Здание Было Впервые Построено Специально Для Демонстрации Фильмов Вот Двухзальный Кинотеатр У нас А до этого Разные Кинотеатры Были Один из них Например Сгорел У него было Символическое Название Образцовый Вот Пусть так Как он Сгорел Тут Конечно Губернские Власти Предприняли Много Очень Усилий Потому Чтобы Позакрывать Такого Рода Заведения Вот Но Были И Другие Вот На песках Постоянно Там Проходное Видимо Место Такое Было Я уже Говорил Вот Это Здание Постройка Которая Впоследствии Стала Первым Звуковым Кинотеатром У нас В городе Ну Кинотеатр Сменил свое Название Постройка И стал Называться Просто Звуковой Потом Аппаратуру Из него Перевезли В кинотеатр Центральный Это Стал Уже Общепризнанный Наш Дворец Культуры Так Сказуем В первую очередь Наверное Как дворец Потому что Конечно Просто Его назвать Кинотеатром Он нужно Вот таким Числил Село Конечно Вот Но надо Иметь ввиду Что Вот эта Колонна Появилась Конечно Значительно Позже То есть Когда он Открывался Он был Такой Стиль Классивизма Если скажем Так От того Времени Постройки Типа Кораблик Подкова И так далее Все-таки Это была Специфическая Такая Архитектура То есть Имел Совершенную Другую форму Можно увидеть Все это На фотографиях И так далее Ну вот Именно Он стал Не первым Звуковым Кинотеатром Но первым Построенным Опять же Кинотеатром Который Стал Звуковым А до этого Достаточно Много У нас Кинотеатров Было Переменовывались Они постоянно Вот Здесь Недалеко Например Находился Электротеатр Рядом С железнодорожным Вокзалом Марс Это Стол Ру Туда Станцион Значит Напротив Корабля Тут Вот Так сказать В эту сторону С нашей стороны Как уже сюда Значит Кинотеатр Спартак Как он назывался После революции Ну До этого Тоже там Революции По-другому Назывались И так далее То есть Вообще Самый Вообще Надо сказать Самый Первый Синематограф В городе Вы Наверное Ни за что Не догадаетесь Как назывался Вот как он назывался Самый первый Синематограф В нашем городе Можно что-нибудь Сказать Нет Мы на возле Он называется Он назывался Первый Он назывался Первый Находился В здании Той типографии Который сегодня Ставит на улице Степанова Совершенно Тихо Мирно Как говорится На первом этаже Здание Живо И мы сегодня Можем Так сказать Видеть Куда ходили Наши Прапра Как говорится Бабушки Дедушки Впервые Там находился Кинотеатр Благотворительного общества Потом Переехал В здание Там Где аптека Ну Аптека Естественно Новое здание Да Вот По этой улице Где центральная Стоит В сторону Главпочтам Там Такое Двухэтажное Здание Находилось Потом Кинотеатр Благотворительного Общества А сейчас Родине Моей АПЛОДИСМЕНТЫ 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 АПЛОДИСМЕНТЫ